Больше полувека жители села Узунтам и Гурского района Алматинской области ждут, когда блага цивилизации появятся. И у них вся инфраструктура и социальные объекты этого поселка в плачевном состоянии. Одна из насущных проблем пастбища. Сельчанам негде пасти скот. Поголовье приходится сокращать, сетуют жители. Все подробности у Гульнар Жантасовой. Холодно, потому что это старое здание же. Вот видно улицу. Вот так начинается день фельдшера села Узунтам Гульфиры Аршидиновой. Чтобы хоть как-то прогреть и создать уют в кабинетах, ей приходится совмещать работу хачегара, медсестры и уборщицы. Фельдшерский акушерский пункт расположен в полуразрушенном здании бывшей сельской школы. И она опасается, что когда-нибудь оно обрушится. Сколько обращались, писали, даже на фото снимали. Никакой реакции. Вот в таких условиях нас принимают. А на прием к врачу или за прививками детям все вынуждены ехать за 35 километров в сельскую больницу. Эта артезианская скважина обеспечивает водой практически все село. Она была пробурена еще в советские годы и предназначалась для полива огородов. А питьевой водой сельчане пользуются из централизованных колонок. Из этой скважины все эти годы пьем воду. И мы, и скот, больше ее взять негде. Сколько сходов проводили, сколько просили. Все бестолку. На дворе 21 век, а мы все как будто на 20 лете позже живем. Не помнят сельчане и когда здесь был проложен асфальт. Ну а ночами весь населенный пункт погружается во тьму. Дорог вообще нет. Все они в ямах. Ездить невозможно. Летом пыль поднимается. До следующего села ее вообще нет. Пока доедешь, машина разваливается. Фот объездил все округу с утра. Ищу, куда скот на выпас выгнать. Везде чья-то земля. Если скот зайдет на нее, оштрафуют. Лишились сельчане и выпасных земель. Привычные пастбища, на которых годами пасте скот сейчас в частных руках. Скот вынуждены держать дома. Выгнать на пастбище не можем. Их попросту нет. Вынуждены сено и корма закупать. А они не дешевые. Можно сказать, уже невыгодно собственное хозяйство держать. Но на селе больше работы нет. Это наш единственный доход. Когда стали разбираться, почему нет пастбищ, владельцы всех земель вообще из района оказались. Все, видно, зажиточные со связями. Если скот на их территорию зайдет, сразу зовут полицию. Они приезжают и штрафуют. А так, не дай бог, что в ауле случится полиции, не дозовешься. И частных пару коров не знаешь, как прокормить. У сельчан есть возможность спасти скот на территории местного лесхоза. Однако, чтобы попасть туда, они должны прогнать скот через частные владения. А они зачастую огорожены. Везде вот так огораживают за этим полем земли лесхоза. А как мы должны туда скот прогонять, если дорога загорожена? Пусть ее откроют или предоставят нам скотопрогонные участки. Я в лесхоз всегда вношу определенную сумму, чтобы заготовить сено. Но всегда оказывается, что на отведенной мне площади кто-то из этих пролоббированных районных владельцев скота уже пасет скот. И так все мучаются. Никто правды не может добиться. В селе Узунтам насчитывается около 70 домов. Проблемы здесь копились не один десяток лет. И не на все из них у местного Акима нашлись ответы. В прошлом году мы смету насчет водопровода полностью сделали. И через экспертизу мы вытащили. На это выделено 226 миллионов. В этом году водопровод будет. Медпункт вообще вот это арендует. Но у нас уже госакт готов на 15 соток. На него будут на следующий год нам выделено 50 миллионов. Дождутся ли лучшей жизни, жителю Узунтама покажет время. А пока сельчанам остается только надеяться, что она где-то здесь, не за горами. Гульнар Жантаасова, Олжазовый Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Должение следует... Русс.